Сайт Автору при информационной поддержке телеканала Автоплюс проводит премию Параллельная новинка 2002 года. Уже по названию ясно, что цель премии определить самую яркую и интересную модель, добравшуюся до нашей страны по каналам параллельного импорта. Когда мы только готовили премию, я был готов к самому худшему и готов был услышать от дилеров самые пессимистичные прогнозы, но в итоге оказалось, что да, не в том объеме, в котором автомобиль ехали к нам в 21 году, они едут сейчас, однако машины есть, а самое главное заключается в том, что к нам приезжает много машин, которые мы никогда не видели, но при этом они все равно интересные. В списке кандидатов на победу самая разнообразная техника от Kia Sportage до Mercedes EQS. Интересно, что в списке моделей претендентов, а их всего 11, почти половина электрокары. Мы здесь собрали 11 автомобилей. Здесь, к сожалению, нет совсем массовых новинок, потому что их по объективным причинам возить не очень выгодно, но здесь есть у нас абсолютно новый Mitsubishi Outlander, у нас здесь есть Kia Sportage, который в не очень понятном статусе на российском рынке оказался, но у нас он тоже есть. И есть, конечно, ключевые новинки, самые интересные, это, наверное, Mercedes-Benz EQS, это абсолютно новый Lexus LX, это Range Rover последнего поколения. Однако самое главное в премии параллельная новинка года – это тот факт, что победителя выбираете вы, наши зрители и пользователи сервиса Автору. Чтобы принять участие в голосовании, достаточно зайти на страницу премии и сделать свой выбор. У каждого кандидата есть небольшое описание и набор ключевых факторов, делающих эту модель особенно интересной. Так что смело отправляйтесь на сайт Автору и участвуйте. Тем более, что огромное количество пользователей уже высказали свое мнение. Премия проходит хорошо, мы, если честно, не ожидали такого интереса со стороны наших пользователей, со стороны блогеров, которые приехали все поснимать. У нас съемочный павильон, где мы собрали все ключевые новинки 2022 года. Здесь у нас 11 самых ярких машин, которые так или иначе до России все-таки добрались. Голосование сейчас в самом разгаре и продлится до середины января 2023 года. Как уже было сказано, внести свой вклад в выбор победителя может любой желающий. И это стоит сделать по целому ряду причин. Во-первых, это первая подобная премия в российской автомобильной истории. А во-вторых, 2022 год мы наверняка будем вспоминать еще долго. Так что параллельная новинка года по всем параметрам историческое событие. Субтитры создавал DimaTorzok